Добрый вечер, друзья! Ну что же, мой 20-й контракт подходит к концу. Через два дня я покидаю сей пароход. Проблема была вагон. Если бы я начал снимать такой же влог, как в 19-м контракте предыдущем, то, я думаю, многие молодые люди, которые собирались поступать на судмеханический факультет, они бы отказались, наверное. Поэтому не будем их разочаровывать. Так что, тут, конечно, интересный вариант такой, но потом придется рассказать. Присутствует у нас национальность. Южные корейцы. Три представителя. Это капитан, третий штурман и четвертый механик. И все они по-своему чудят. Я как-то раньше был более высокого мнения, потому что откуда мы знаем южных корейцев. Samsung, LG, Hyundai, Kia Motors и очень много корпораций всяких. И все мы думаем, что они делают великие вещи. Ну да, так и получается. Но они как муравьи. Если взять конкретно отдельного корейца, дать ему квадратный метр участка работы и показать, что делать, он будет делать. Но если подумать на час вперед, не дай бог, на два дня вперед или на неделю, все, короче, программа сбивается. А так, да, да и то даже в этом промежутке постоянно какие-то ошибки. И полностью как бы не обучаемые. Вот четыре месяца прошло. Хотя что-то научился на махте стоять, а какие-то проблемы устранять никак не получается. Ладно, забудем про них. Я подумал, что наверное, мы и японцы скорее всего такие же. Ничего не могу не сказать, потому что с ними не работал. Ладно, потом может доведется как-нибудь. Обратимся к нашему девятнадцатому контракту. Это самый большой плейлист на моем канале, 136 серий. Вспомним восемнадцатый контракт предыдущей серии, когда я вернулся, когда я, можно сказать, убежал от индусов в Канаде. Смотрите, очень, конечно, интересно. Ну, интересно это рассказывать или вспоминать, но неинтересно там находиться. Вот, вернулся и обратно. Я, конечно, потрясенный всем этим делом. Давай усиленно отдыхать. Поехали мы в Турцию с женой сгоняли. Потом обратно. Ну, ничем не занимался, но обычно что я делаю? Ютуб смотрю, спортом занимаюсь. Так что-то снимаю. Что в голову придет? Катаюсь на машине. Я не фанат этой профессии своей судомеханической. У меня нет гаража, я не чиню мотоциклы, не сижу с этой машиной, аккумуляторы меняю, поршня, втулки растачиваю, еще что-то. Мне хватает этого на проходе. Вот, смотрите, кстати, как мы дергали поршень. Это нормальный, 4 тонны. Все это заняло 12 часов. Это, конечно, работа. Но зачем этим заниматься, как бы, изо дня в день? Поэтому есть вот дома механик, которому нравится его работа, вот он и занимается. Я дома переключаюсь на судоводителя, я дома штурмал. Сел в машину и поехал куда надо, скажем так. В общем, вернулся я, отдыхал, отдыхал, настроился где-то улетать в феврале месяца. И действительно, да, подтвердил свое согласие, получаю звоночек, предлагают мне на какой-то химовоз. Нужно было сесть в Суэцком канале, но я узнал, что они возят какую-то химию. Позвонил, я говорю, что за химия, да, не, не, все нормально. И зарплата, кстати, хорошая была. Я говорю, нет, да что-то я не согласен. Потом мне предлагают другой пароход через пару недель. Похуже, зарплата поменьше. Зачем же я отказался от того? Ладно, отказался от второго. Третий пароход предлагают еще хуже, и зарплата еще хуже. Я думаю, так дела не пойдет, надо что-то, что-то менять. Ну, решил взяться за старое, разослал свои претейшены, зарегистрировался на всех биржах. Ну, как бы, я и так уже везде был. Просто обновился, и все. Начал получать звонки. И, кстати, у меня уже тогда мысль зародилась, что надо, надо, так как я смотрел YouTube постоянно, увидел блогеров, смотрел конкретно Кондрашова. Думаю, а почему бы свою профессию в таком же включении заснять? Просто ходи и рассказывай все подряд. Лег спать, позанимался, поработал, что-то рассказал, приехал, уехал, полетел, прилетел, с проблемами столкнулся. Но сложность была показать свой фейс на экране. Поэтому настраивался месяца три. Кстати, и сын сказал, если ты будешь что-то рассказывать, значит я буду смотреть. А так просто под музыку какие-то лепить фильмы, это никому не интересно. Ну, что, морально настроился, пошел. Меня, кстати, вдохновила эта камера. GoPro Hero Black 4. Поэтому широко... ну, это как рыбий глаз эффект. Широкоугольный охват, можно сказать, чуть ли не на 180 градусов. Поэтому в наших больших помещениях и на танкерах это можно очень хорошо заснять. С айфоном так не получается. Ну, айфон по-своему снимает хорошо. Вот. И тогда я уже купил камерку. Потом еще подумал, подумал, купил маленький этот кубик. Hero GoPro Session. GoPro Hero 4 Session. Так, ну что-то наоборот все перепутал. И когда я уже получил звоночек из девятой компании, где мне предложили Soits Max. Soits Max это пароходик, который проходит Суэцкий канал, 48 метров шириной. Есть Pana Max, 33 метра шириной. Сейчас Pana Max канал расширили. Поэтому даже и на котором я туда зайдет. Ну, не знаю, надо в интернете прочитать. По осадке может 20 метров. А наш пароходик, на котором я сейчас нахожусь, 60 метров. И вот я думал, что постоянно будут СТСы. Но такого не происходит. Мы в Европе постоянно в каком-то порту находимся. Ну, здесь я за весь контракт вышел всего лишь на 10 минут. Купил майку и вернулся обратно в Роттердаме. Можно сказать, вообще ничего не видел. Сейчас, дай бог повезет, посижу в Бремене сутки, засниму еще одну серию. Самый счастливый момент, это я буду пересматривать, когда стану стареньким и не буду ходить в моря. Эти особенно серии, когда я уезжаю с парохода. Это замечательно. То, что как на пароход прилетает, это мне не нравится. Но тоже смотрите серию. Это тоже нужно знать. И получил я звонок с этой компанией. Мне предложили этот пароход 2011 года. Говорят, это, по-моему, было дело в четверг. Говорят, ты готов пройти собеседование в пятницу? Да, без проблем. Но освежил память. Хотя тоже, может, долго сидел месяц, как всегда, 7. А на этих больших танкерах у меня последний был с 15-ми 105 тысяч. Я уже и не помню. Паровые насосы, он бегом в YouTube посмотрел. Сейчас, кстати, тоже можете освежать память по моим видео. Или интервью, собеседование. Я, кстати, и сам буду смотреть, если буду проходить еще собеседование. Очень полезно, много информации. Вот, и когда уже мне позвонил Грек по скайпу, я уже был заряжен камерой, поставил рядом, все это дело заснял. Ну, интервью было такое, как бы ни о чем. Поговорили, но он увидел, что я английский знаю, там что-то по профессии, где работал, все нормально. Сказал, приезжаю в Одессу. Ну, все, меня утвердили, дарился на счет зарплаты. Приехал в Одессу. Зашел в эту организацию, которая напротив оперного театра. Захожу один, сел и сижу в офисе. Ну, обычно, когда такие большие компании, там персонал бегает, как муравьи. Все заставлено папками. Второй механик, третий. Такие судовладельцы, этакие. И как-то, ну, какое-то движение происходит. Администратор сидит, ресепшн, охрана, еще кто-то. А здесь ничего такого не было. Зашли еще два товарища. Говорят, ты что, контракт подписываешь? Я говорю, не знаю. Раз, за дверьми сидят пять девочек. Пошел туда, а увидел этого грека, с которым по скайпу общался. Ну, да, вроде бы. Ну, может, кидал его какой-то, разводил его. Ну, нет, что-то. Посидел с девочками, переговорил. Говорил, когда контракт подписывать? Никто ничего не говорит. Ладно, прилетел домой. А, стоп. Это же в первой серии было. Надо снова пересмотреть. Я же прошел медкомиссию, да. Надо было мне еще сделать там привыкку какую-то, на визу, полететь в Грецию. А без этой привыки визу не давали. И сертификатик один, раз, раз, быстро. Оформил все это дело. Прилетел в Киев, сижу, дальше жду. Потом, значит, пошло движение по визе. Уже когда я визу сам получил, Штенгенскую, все, прислали мне билеты на самолет. И когда я долетел в Грецию, меня встретил водитель. Я с ним поговорил. Заселили в гостиницу. И на следующее утро пошел в офис греческий. Увидел трехэтажное здание. 50 человек персонала. Все серьезно. Стоят макеты этих больших судов. Я думаю, вот это я попал туда, куда надо. Ну, пообщался с пятью людьми. По поводу plant management system. Как компания устроена. Куда, чего. Все такое. Все, вечером подписал контракт с этим, со своим главным суперинтенантом. Дошел в гостиницу. На следующее утро уже поехал обозревать Афины. Доехал туда на травмайчике. Там походил. Дошел до Акрополя. Но не повезло, потому что был день независимости Греции. Если бы у меня в те времена был квадрокоптер этот маленький, я бы подлетел туда и заснял бы очень красивые пейзажи. Ну, не повезло. Ладно, в следующий раз как-нибудь доеду. Все, вернулся обратно. Уже с контрактом. Как бы сильно не переживал. И сижу, наблюдая за своим судном, в которое я ходил оливье, Англия. MarineTraffic.com. Раз туда сюда. Где-то еще, наверное, три недели прошло. Нормально отдохнул. Прошел еще какой-то промежуток времени. Сидел-сидел я дома. Получаю звонок. В общем, все. Собираю чемодан. Дело было где-то в апреле, да. И десантируюся в Англию. Прилетел в Лондон Хитроу. Там еще было три человека. Значит, Серега Повар. Очень-очень классно. Но он потом собрался в машину переходить. Второй механик. И еще кто-то. Не помню. Везли нас из Хитроу часа четыре в Оэльс. Приехали туда где-то в часа три ночи. Все пошли спать. Я между этими камерами бегаю. Надо материал накапливать. Бегал, бегал на улице. Пошел на завтрак там, позаснимал. С утра приезжает где-то в одиннадцать микроавтобус. Как раз сведен инспектором. Еще там кто-то, какой-то суперинтендант был. Погрузились мы туда. Я хотел заснять наш пароходик со стороны. Но хорошо, что не получилось. Потому что я тут взял маленькую камеру. GoPro Hero Session. И перепутал там экран. Снял вообще не в ту сторону. Но стоосим сразу сразу развернул. Потом будет случай. Я отдал третьему штурману. Которого повязала полиция на входе в Англии. Потом приехала антитеррористическая полиция. И проверяли эту мою камеру. Если вы увидели, что я снова терминал снимаю. Это уже был бы прецедент какой-то. Ну и заснял, и заснял. Все же не делается все к лучшему. Пришел на пароход. Я вот только на палубу ступил. Если сравнить 18-й контракт или 19-й этот. Это просто что-то с чем-то. Что-то божественное. Все чисто. Все покрашено. Зашел на стройку. Все новенькое. Но естественно и в машине так же все классно. Вот так, честно признаться, контракт и протекал. Как курорт. Если не считая проверки, то все было замечательно. Я, конечно, совершил ошибку. То, что это все я выложил в сеть. И показал все это сверху. Получается, я достиг уже на пароходе, как бы, своей профессии предела. Показал очень хороший пароход. Без поломок. Потому что от силы 3 было за контракт. Еще и с хорошим поваром. Это у меня случилось за все мои 20 контрактов один раз в жизни. И получается, что люди оценивают, что у моряков все-таки происходит. Напало на меня вдохновение именно благодаря такому пароходу. Если на каком-то столе, может, и не хотелось бы снимать. Там зарядился камерами, погнал с утра до вечера. Даже уже спал с этой камерой, включенной на этих маневрах. Нет, чтобы сидеть в цепу. Бегал, вставил в трубу и снимал таймлэпсы. Все эти, в ускоренном формате. Ну, ничего. Прошелся по пароходу везде. Что только сидел, не придумал. У меня голова болела о том, что бы еще заснять, что бы еще рассказать. Я думаю, вы посмотрите там глобальный объем информации. Так же, как и по жизни, и по профессии. Еще о чем-то. Посмотрите, в общем, 136 серий. И что мне про нас греки говорят? Будет у вас пересдача делать со старшим механиком 3 недели. Сюда я приехал, но это во всех компаниях. Два дня, три дня, четыре. Сейчас приезжают меня менять старшим механик, который сюда уже приезжает на третий контракт. Полдня. И потому что времени нет, улетаю я из Брэмена. Замечательно. Там сказали три недели. Я думаю, такая шара попадает раз в жизни. Почему бы не воспользоваться? И заселился в соседнюю каюту. Хожу себе, как турист. Обозреваю этот пароход. Что-то снимаю. Делаю таблицы. Занимаюсь спортом. Хожу. Голову себе не забиваю. Все равно приспичит. Все это узнаю. Ну, так же, как по студенческой жизни. Если дуракой валяешь весь этот семестр. Потом с утра экзамен все выучил. Сдал и нормально. Ну, и здесь так же. Осталось два-три дня. Я говорю, Витя, давай, давай, давай. Ускоряться. Все это дело запомнил. Дела пересдали. Он уехал. Если полгода катался, тоже последние два дня. Или, так же, как на одном контракте было, за два часа дела принял. Это все зависит, как мозг раскрываешь. Или хочешь ты узнать что-то или нет. Это мы пошли уже вначале, смотрите, из Англии в Норвегию. Из Норвегии в Канаду. Потом я с ним поменялся. Пришли обратно в Англию. Я дал, решил разнообразить свой канал. Дал эту маленькую камерку третьему штурману Кириллу. Я говорю, ну, он пошел в Английскую деревню. Выйди в город, ну, поснимай. Каких-то местных жителей, коров проходящих. Не знаю, машины, магазины. И он, как я говорю, вышел, но на терминале там был знак, что нельзя снимать. С ним ехали на микроавтобусе какие-то индусы. Они пришли с телефонами, все снимают. Может, на телефон никто не обращает внимания. А камера как шпионская какая-то. Туда проехали, все нормально. Потом он вернулся, стоит около проходной. То ли он ее сюда прикрепил. Ходил, снимал. Тут бедные анричане выбегают. О, такое ЧП. Давай этого бедного. Повязали, на трусов в разделе. Ах, ты вражеский шпион. Мучили, мучили два часа. Дошли до меня слухи. Капитан говорит, ты зачем ему камеру отдал? Я думаю, елки-палки. Но на этом дело не закончилось. Был терминал, назывался Валеро. Нам с компанией запретили вообще к этому терминалу в будущем вообще подходить по секьюрити, по безопасности. Но потом пошли эти отписки. Снова разрешили, сняли ограничения. Ну, серьезный шум пошел. Этого даже штурмана в будущем десантировали на другой пароход. Он еще проходил курсы по секьюрити. А можно сказать, я не вернулся в эту компанию и на этот пароход. Может, по этой причине, может, по другой, не знаю. А может, просто так сопало. Дальше, я же говорю, что дело-то на этом не закончилось. Как бы все успокоилось. Пошли мы в другой порт, английский бункер Ивас. Я смотрю, подъезжает баржа. Ну, вышли все. Думаю, сейчас буду там подписывать бумажки. И смотрю на горизонте. Где-то едет такая резиновая лодочка. Они, кстати, два часа ехали на ней. Ехали, шли, плыли. Вот сейчас начнут тоже там кто-то. Не важно. Четыре таких гамбала в черной форме. А антитеррористическая полиция Англии. Там, я не знаю, чуть ли не английскую королеву патриоги разбудили. Как же так? Сфотографировали этот бедный терминал, который с космоса, Google Maps, везде все видно. Вот. Приезжают эти четыре человека, вот таких вот. И садятся на эту баржу. Я думаю, что они там топливо продают, что ли. А нет, они через нее пришли допускать и корзину на этом. Хоус Хэнген Крейн. Я думаю, все это по мою душу. Побежал бегом в каюту стирать, уничтожать все файлы. А я же уже назаписывал серии 40, наверное. Эти диски попрятал. Это все обнулил, отформатировал. Флешки. В общем, поднимаются они. Погнали в каюту к третьему штурману. Снова его давай обыскивать. Все это. Позабирали ноутбуки, жесткие диски, флешки, телефоны. Потом по рации. Я же на бункеровке бегаю. Старшую механику, в общем, подойти в каюту. Хорошо. Подошел. Говорит, Чиф, это твоя камера или моя. Неси сюда. Говорит, мы ее заберем. У нас есть специально оборудованное помещение, куда не проникают всякие волны. Сотовые телефоны не действуют. Мы будем обследовать ее 4 дня. Если все нормально, значит мы тебе ее вернем. Я говорю, do I have a choice? У меня есть выбор. Нет. Ладно, отдал камеру и думаю, все, уже заберут. Потому что GoPro Hero, это 4 стоило 600 долларов, это 300, но в итоге штуку. Думаю, ладно, уже с одной камерой поснимаю. Ну, в итоге они там проверяли, проверяли. Я уже про нее забыл. Когда мы пришли, вначале Усть-Луга, Россия, потом Таллинн, приезжают куда-то суперэнтернады греческие. Привозят мне пакет для чьих инженеров. Сою камеру привезли. Маленькую. Надо же. Они ее отдали в греческий офис, а те переслали мне. Еще греки сами себя засняли, я уж не помню, какой серии. Посмотрите, ходили там перед камерой. Смешно получилось. И пошли мы из Сталина на речку Миссисипи, в сторону Нового Орлеана. Там прилетел Косгард американский. И тоже мне так хотелось, так же, как этих, полицию тут заснять, этой маленькой камерой. Ну, рука тянулась в карман. Ну, было страшно. Вы не думаете, что так все просто снимать и прям интервью у всех брать. Ты расскажи о своей работе, ты о своей. Он сам себя записывал так. Ты сам решился. А кому нравится свой фейс выставлять в YouTube? Понятно? Или ты на него направишь, он перепугается будет. Там что-то. А, Б, М, М, и ничего тебе не расскажут. Это надо самому внутренние резервы в себе раскрыть и что-то там говорить, скажем так. Вот, значит, с этими, с Косгардом закончили. Пошли мы обратно в Колумбию. Там погрузились. Кстати, заснял такие красивейшие грозы ночью. Мне нравится. Потом приехала антинаркотическая инспекция. Два раза причем. С одним я этим главным водолазом поговорил. Или можно вас поснимать, да. Еще я забрал у него флешку. Два гигабайта. Ну, там нарезал подводные съемки нашего корпуса. Где прячут, где что они обследуют. Вот, очень интересно. Потом мы вернулись в Испанию. Где со мной случился тоже ЧП небольшое. Не знал, где Королевский закон. Теперь уже во всех этих делах спрашиваю заранее. И потом прислали индусика мне замену. Ну, а в конце концов, ну, тоже я его там записывал. У меня уже такое количество этих акцентов насобирал. Сейчас вот Южнокорейский появился в моей коллекции. Надо потом тоже это запустить. Уже ухо настроил. Кого только не было. Национальность надо тоже считать. Было штук 15 или, не знаю, может и 20 уже. Вот. И вернулись мы. Собралось это судно идти вот в эту же, в Западную Африку. Проволочку мутали. И в Лас-Пальмасе, походу, меня высадили. На буксирчик, где я провел два дня замечательно. Заснял две серии, которые буду пересматривать, когда выйду уже на пенсию когда-нибудь. В 55 годах или позже. То вечно откладываешь, откладываешь. Чтобы не скучно было. Вот. Прилетел я домой. Кстати, пока я снимал, где-то в середине контракта, или под конец, я уже просто не мог. Вот каждый день одна серия. Я хотел прекратить. Но взял себя в руки, думаю, раз я начал снимать, надо завершить это дело до конца. Но это еще полбеды было. Прилетел домой, давай монтировать. Я снимал весь этот сериал 4 месяца. Монтировал 8 месяцев. С утра до вечера у меня руки устали. Ну, конечно, там со звуком было плохо. Ну, что поделать. Надо, кстати, аппаратуру подкупить в плане звукового улучшения. Но вы не подумайте. Она проходит, вот здесь все шумит, гремит. Вот сейчас мы просто на якоре стоим. Я уже вентиляцию заглушил. Главный двигатель не работает. Турбины не шумят. Поэтому есть небольшие помехи. Но так со мной не очень. И так, чтобы... Это же не то, что я приехал на пароход. Такой репортер. Тут еще стоит 3 оператора и 10 квадрокоптеров летают. Так потихо он вышел, заснял, что-то рассказал. Так все и происходит. Поэтому очень все сложно. И в Ютьюбе вы такого не найдете по морской тематике. Что-то есть там, какие-то пьяные матросы бегают или кто-то еще. А так, чтобы кто-то рассказывал по профессии. Или рыбаков показывают. Я же говорю, там куча каких-то пьяных, я говорю, моряков. И все думают, а вот это вот какие-то вообще непонятные товарищи работают. Просто хотелось показать и просветить. Потому что я же, как и уже говорил, сериалы есть про ментов, про врачей, про космонавтов, про военных. А вот про моряков нет. Именно торгового флота. Решил восполнить пробел. Начал я его сильно редактировать. И думаю, надо заняться рекламой. Был вариант такой. Первый, к кому я обратился, есть канал Руслан Скимин. Я ему написал, как по поводу рекламы. И он мне сказал такую мудрую вещь. Говорит, если твои видео дойдут до потребителя, ничего не надо делать. Канал сам будет расти. К чему я обратно и пришел. Можно было бесплатно этот совет. Как бы взять себя на вооружение и не тратить деньги. Ну я решил, думаю, эх, деньги есть после рейса. Надо, в общем, заняться рекламой. Ну, первый, к кому я обратился, тоже там мне много писали, зачем, зачем, зачем Геннадьев это сделали. Ну ничего, опыт, опыт, понимаете. Сергей Симонов. Что я приобрел за 500 долларов? Я приобрел 125 подписчиков и кучу хейтеров. Который потом удалял, удалял. Эх, ладно. Ну, потом дальше пошел на один канал, дал рекламу на второй, на третий. И больше всего мне пришло, вот, кстати, Китай рулит, миллионный канал, но просмотра у него мало. Ну, нормально, все по-честному. Ну, сколько у меня подписалось? 300 человек где-то. Трепанация, вот, больше всего. 1100 человек за один день. Ну, потом столько же и отписалось. Потом, ну ладно, эти люди, как бы, все адекватные, включая Симонова, все по-честному. Все сказали, сделали дела, разошлись. Были же такие кидалы, которые что-то наобещают, или какую-то муть налепят, или, или ты деньги отправил на Киевый кошелек, кинули. Или что-то накрутками начали заниматься, уже плевался, плевался. 3000 человек в день, я обрадовался. Потом 3000 минус. Хорошо быть, Ютуб канал не запанил, то столько трудов. И в конце концов, потом я начал заниматься переводом серии на английский язык. В итоге потратил, уже, я не помню, на 1200 долларов. Вот так бы квадрокоптеры покупал на эти деньги. В итоге пришел к тому, что, ну его все в баню, пусть само идет своим чередом. Я смотрю, стабильно 20 человек, 30 в день прибывает, может, парочку человек отписывается, и просмотры стабильно идут. Все, нет таких скачков. Просто надо видео делать, и все будет хорошо. А, кого еще забыл упомянуть. Я же вначале заключил договор с партнерской программой Air. Даже они мне помогли. Тоже, что надежда такая. Ты заключил договор с ними, думаешь, они все за тебя возьмут и начнут делать. Так же, Ютуб, это так же, как и море. Ты должен сам, сам все делать. Если сейчас, допустим, здесь я в Стармех, да, мне звонят с компаний, когда был четвертый механик, меня никто и знать не знал. Или здесь в Ютубе я, как этот, вообще, не четвертый механик, а протирщик какой-то, вайпер, да, никто меня не знает. А если бы у меня был миллион, мне бы, да, куча предложений было, мне бы звонили, и все такое. Надо достигать чего-то. И вот смотрел я этого Кондрашова, как он ведет в блоге. И увидел как-то одно видео. Вот, посмотрите за моей спиной. Я буду всем людям, которые более-менее в чем-то успешны, там же, чей-нибудь обувь, да, он показывает, ну, где-то. Человек там сельско-одеску-то развивает. Я буду всем дарить камеры. Где они собирались с Татунашвили, потом Рэдисом на Веденхарде. И он обещал, вот видите, если будет какой-то человек, который будет вести канал по своей профессии, я подарю ему камеру и все такое. Я ему вывезло это видео, отослал, я говорю, я как бы вот занимаюсь своей профессией и хочу освещать ее блогами. Мне не нужна камера, я как бы обеспечен человек в этом плане. Мне нужна реклама, естественно, не бесплатно. Ну, человек не ответил ни раз, ни два. Потом я ему какие-то комментарии писал, именно по морской тематике. Он где-то в каком-то видео посещал Антарктиду. Просто мне интересно было, вода закручивается там по часовой стрелке или против часовой. Тоже не ответил, но я все тоже не хочу даже писать. Поэтому я отвечаю на все комментарии, потому что я знаю, что это такое. Когда ты пишешь, а тебе в ответ тишина, то неохота в следующий раз писать. В принципе, я по работе так же. Я не могу пойти спать, пока не отвечу на все письма. Вот так. И занимался оформлением канала. Сейчас приеду, еще что-то сделаю. Так что, если ребята по поводу партнерской программы, все, они мне как-то созвонился я с ними. Полтора часа по скайпу болтал, да, порассказывали. Надо следовать этим советам, да, очень полезно. Ну, надо же материал какой-то. Вот если кто-то захочет создать канал, можете посмотреть в ссылках описания. Через меня подписывайтесь на этот. Эй, партнерская программа. В общем, все нормально. Пока что будем с ними сотрудничать дальше. От меня то, что зависит, буду делать. Или спрашивать совета. Кстати, если 15 тысяч будет подписчика, вроде бы нужно дать персональную менеджеру. Ну, будем надеяться, что в этом отпуске это получится. Вот. И 8 месяцев я это все делал, 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 делал. Уже наперед наштамповал. И вот сейчас сижу в рейсе, а видео все выходят. Ну, уже новых накопил. Поэтому на моем канальчике смотрите вот эти вот морские истории. Это 19-е. Получается, 9-я контора, 19-й контракт. Ну, все. На этом цикл завершаем. Дальше что-то новое придумаю. Будет у меня, как бы, освежить память в механическом плане. Все работы. И самому полезно. Если готовиться к собеседованию, это тоже есть плейлист. Всякие тесты, собеседования. Ну, квадрокоп тоже буду активно использовать. Куда-то ездить тоже снимать. Так что канал будет насыщаться. Так же, как это хобби на гитаре играть. Но если YouTube не пропустится, подписывайтесь в соцсетях. Кстати, и Instagram тоже. Если я где-то что-то буду посещать, то классные фотки буду выкладывать. Так что, ребята, смотрите эти 136 серий, все эти плейлисты. Ставьте лайки, комментарии. А что же я буду отвечать везде. Подписывайтесь. Говорите всем знакомым, чтобы подписывались. Будем расширять канал. Ну, пока что мечта такая. 100 тысяч. Как раз кнопку дадут. Может, когда-то через 3 года в Серебряную. Миллиона-то, конечно, очень много. Надо, чтобы такое что-то было. По морской тематике тоже можно развиться. Так что, подписывайтесь. Буду рад видеть всех. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok